Музыка Мы – это огненная стихия, нас существование – это огонь. Когда он гаснет, мы умираем, но всей жизни материальной уже нас нет, мы не существуем. Но наш огонь не равня огню земному, который мы по своей воле то разгораем, то гасим. Конечно, их строение подобно огней, но одновременно и существенно различно. Огонь земной, как и все на земле, от малого до великого, как и сама земля, разрушаемый, смертный, смертен. Наш же жизнедайный огонь бессмертен, вечен. Одно сразу и важно знать – вечен-то он вечен, но светится внутренне и насыщается различным образом с различной силой. Мы, человеки, не любим все принимать на веру. Мы хотим знать все наверняка. Тут и подавай нам примеры или притчи. Иначе мы забудем в скорости все то, что услышим и во что даже поверим. Что же нам дать для начала в этом нашем рассказе и повторения ради? Чтобы мы не сказали, оно опять может быть забыто через мгновение. Такова жизнь человека, повторяю, человека, не белого робота, утверждает, что у особо высоких сущностей, как, например, преподобный Сергий Радо-Онежский, он же одновременно наш волх и жрец, огонь этот струился из рук, совершая нериданные чудеса исцеления и благословляя. Но опять скептики лишь усмехнутся. Впрочем, наш рассказ не для них. Идите дальше и не думайте. У вас полно своих материальных забот. Вам же незачем еще печиться о своем духе в этом теле. А лучше даже сказать, вам незачем печиться о своем духе. Не в этом теле и не в этой жизни вы это будете делать. Сурово сказано. Но мягко и правдиво. Кто слышит, тот услышит. Наш огонь не обжигает. Наш огонь – пламя вечное и бессмертное. Его ни водой не зальешь, ни песком не засыпешь. Это огонь жизни, огонь духа. Он оживляет души, а та движет тело. Он создает проект, идею тела, а душа его строит и им движет. Вот об этом и будет наш дальнейший рассказ. Нас все время убеждают, даже навязывают нам, что религия необходима человеку. Что она его дисциплинирует. Держит в общепринятых рамках и так далее. Нет более мерзких и жиловых и лживых утверждений, чем это. Религии созданы для рабов, во славу и для утверждения порока на земле. Человеки или того, кто претендует так называться. Как-то Лев Николаевич Толстой сказал, вернее написал, что истинная религия не есть религия разума, а истинная религия не может быть противна разуму. Ответим. Умом могу ее принять, но разумом отвергну. Религия и ее ограничения гасят наш вечный огонь, отводят нас от познания. И всякое познание, становясь видением, противоречит догмам религии. Вот истинное знание тоже не может быть религией. Как бы его за уши не тянули к ней. Оно попросту разрушит тело догмы религии. И, конечно, это благо, это освобождает души к движению, постижению света огненного, света духа. Рассмотрим такой, кажущийся на первый взгляд, такой далекий от рассматриваемой нами темы, пример. Своего рода фантастическое построение. Наше. О нас и о нашем предназначении. При этом отбросим самомнение, низведем все к нулю. Мы, творение, к примеру, даже не Богом. Хотя этот термин можно и оставить. А некой высоко, очень высоко, относительно, конечно, цивилизации. Наша матрица творная, пусть даже и тварная, то есть телесная. Механизм запущен. И пошли писать губернии. Очерчиваем пример. Возраст жизнедеятельности. Биоробот, амеборазумный, амеборазумной твари. 144 года. Язык, единь. Форма жизни, как по староведам. Ну и так далее, и тому подобное. Реально наступает сбой. Причин множество. И не всегда реальных, по большей части искусственных. Запомним. В мире нет ничего реального. Все искусственно, все уничтожаемо и творимо. Тварная сущность биороботной системы. Результаты сбоя мы видим на примере нашей, так называемой, биотехнологической цивилизации. Где этот сбой может наступить в любой момент и по любой причине. Например, удалите из нее электричество. Ну, к примеру. Жестоко, неприемлемо, даже омерзительно. А где же красота, где любовь, которая как бы спасает мир? Это вы спросите в мире. И об этом вы спросите в мире высшем. Если не поймете раньше. У представителей погибших так называемых цивилизаций. Что возможно даже вы спросите самого себя. Так как вы вполне можете оказаться этим представителем. Но всему свое время. Мир экспериментально опытный. Наше так называемое сознание экспериментально ведомое. Развитие потому и бесконечно, что опытное поле творимое, то есть тварное, не иссякнет. Оно вечно. Где эти 144 года жизни? Где единый язык? Где законы праведные и святые жизни существования? Все ушло. Все осталось в мифах. Карма, товарищи, солеви. Такой наш этап телесного развития. Матрица устаревает и подлежит замене. Ну, там, самоуничтожению, блокировки и тому подобное. Но во всем этом, даже в этом, есть свет. Важно понять, что высокоразвитая цивилизация, беру зримо в кавычки, это мы сами. Но не тут на земле, в этом тварном теле. А дух наш, наша вечная, воплощенная сущность. Поэтому надо жить на свете, надо жертвовать и бороться до конца. Надо знать одно. Мир погибнет, а мы да останемся. Все, что нас окружает, исчезнет, но мы будем жить. Нам эксперимент продолжается. Правда. Возможно, замена. Возможно, самоуничтожение. Нет необходимости в этой биочастице. Матрица ее уже не служит развитию. Она его тормозит, как в частном теле, так и общецивилизационном. Не опускайте рук. Не вешайте головы удрученно. Это то и есть величайший грех нашего биополя. Действуй, действуй всегда и до конца. Ведь если ты понял, что ты не пешка на этом шахматном поле жизни, а высочайшая сила, когда ты это осознаешь, ведомая высокоразвитой цивилизацией, то есть, повторяю, возможно, тобою самим, сила. Путь развития ты должен кармически пройти и глупо думать, что он заранее тебе дан. Как усыпанный розами и усладами от рождения до реальной твоей смерти, то есть, исчезновение твоей биоработной ипостаси. Поэтому мы в дальнейшем постараемся об этом примере забыть. Вернее, не употреблять его термины и постулаты. Кармическое учение поможет нам в этом. Для начала надо запомнить. Если мы следуем этому логичному и простому одновременно миропониманию, а оно бодрит нашу душу, зовет к творчеству в жизни, к пониманию всех окружающих, призываем к любви и всепрощению, даже то, что бы ни случилось в нашей жизни. Мы не будем обижены, мы сознаем, непременно осознаем, что наша душа, как частичка нашего великого духа, потенциально равна ему. Бессмертно в нем и даже в перспективе преодолима наша биороботная тварная сущность. Услышьте это и поймите. Неблуждание во мраке религий, лжеучений и наук – наш путь. Мы, приняв эволюционную теорию развития материи, тем самым подорвали системы разумного понимания развития духа. Это значит, что дух не развивается. Нет, конечно, дух неизмеримо высок, чтобы на него влияло подобное. Он настолько высок, что что бы мы ни принимали в этом мире, мы только попросту удлиняем дорогу и быстрее проводим к уничтожению этой цивилизации. Нет, конечно, дух неизмеримо высок, чтобы на него влияло подобное. Но вот материя, наоборот, начинает деградировать. Оглянитесь вокруг. Это вы увидите. Ширма техногенной цивилизации спадет с ваших глаз, и вы ужаснетесь. Да, ведь существует еще карма групповая, всенародная, а она все хуже, все гнилостней становится. Мир загрязняет, загрязнен национализмом и космополитизмом, двумя губящим его противоречивым понятиям. Эти две крайности, сталкиваясь, уничтожают мир. Впрочем, это закон инволюции. Так было, так есть и так будет. Страдания и несчастья, ошибки народа, всего народа, наоборот, развивают дух человеческий. Ибо помимо личной кармы, мы несем и карму всенародную. Каждый народ по-разному и разную. Но одновременно все мы несем карму общечеловеческую. А она, ох, как плоха, и как бы не на удивление становиться... А она, ох, как плоха, и как бы на удивление становится все хуже. Вас, эволюционисты, это не удивляет? Может, процесс пошел не туда? Впрочем, он никогда не пойдет в нужном направлении бесконечно долго. Прогресс, так называемый прогресс, дан сиюминутно. А потом затем и, как всегда, это инволюция, самоуничтожение материи. И то же самое касается идеи Эйнштейна. Сейчас уже идет простое схоластическое давление, подавление. И практически не через эту схоластику, как в какие-то определенные века, как мы знаем, церковная догматика подавляла все, не давала ничему, так сказать, преобразоваться. Мы как знаем, что любое новое явление – это антагонистичное явление, это перерождение, это революция. Революция не в смысле насильственная. Насильственная – это одно из проявлений, это когда бессилие наступает, абсолютное бессилие и невозможность существования. Но не будем об этом. Поэтому революция в духе происходит, и она низвергает все вот эти учения. Ну, примеры вот религиозное, христианство, то самое будет с мусульманством и прочими религиями. Также вот в науке, я уж про историческую науку не говорю, она вся ложна. И поэтому рано или поздно она просто как… Она сейчас раздулась, как мыльный огромный пузырь, как такая пузырь, в середине которой земля, где, мол, нам нарисовали эту историю. Оно все лопнет, и все изменится. С холастикой – это конец погибели, и она когда-нибудь и очень быстро отомрет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова